Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите Завтрак в городе Чей. С вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим вкусный, необычный летний завтрак. Летний, потому что у нас сегодня на столе арбуз. Уже появились первые сладкие, вкусные, спелые арбузы, а значит, можно фантазировать, готовить необычные блюда. Сегодня я приготовлю брускетту с арбузом. В качестве хлеба и основы я использую багет хрустящий. Я нарезаю вот такими вот кусочками и отправляю на разогретую сковородку гриль. Следом за хлебом я отправляю арбуз. Сейчас я выберу кусочки, которые мне нравятся больше всего. И я также отправлю арбуз на сковородку гриль. Я постараюсь извлечь косточки, семечки. И на максимальной мощности, на максимально разогретой сковородке начинаю прижаривать арбуз для аппетитного рельефа. Так. За счет того, что в арбузе содержится сахар, арбуз еще и закарамелизуется. И получится очень аппетитная румяная полосочка на обеих сторонах арбуза. Так. Хлеб. Также проверяем. Есть. С обратной стороны тоже самое. Хорошенько прижариваем. Далее. Я возьму тарелку. Первым слоем, конечно же, будет хрустящий хлеб. Он уже готов. Арбуз все-таки со второй стороны я еще сильнее зажарю. Ну, а пока арбуз у нас зажаривается, я добавлю небольшое количество масла оливкового на хлеб. Буквально капельку. Затем слегка присолю хлеб и арбуз. Здесь же у нас рукола. Выкладываю руколу на хлеб. Еще. Так. Что у нас здесь? Мало. Вот этот уже симпатичный. Далее. Сыр. Сыр у меня сегодня пармезан. Я его нарежу тоненькими слайсами. И отправлю на брускетту. Буквально чуть-чуть. И отправлю его уже непосредственно сверху. Сверху на арбуз, потому что можно даже один кусочек внизу, а другой вверх. Потому что арбуз будет горячий и сыр начнет плавиться на горячем арбузе. Готово. Выкладываю кусочек арбуза сверху. Очень аппетитно получается. Выкладываю арбуз. Затем снова сырок. Так. Еще один посимпатичнее кусочек мы отрежем. Сверху. Для украшения. Веточку рукколы. На первую брускетку. И на вторую. И слегка присыплю орешками и семечками. Вот здесь у меня уже есть смесь орехов. Итак, брускетта готова. Вы, наверное, уже убедились, что брускетту можно готовить не только с помидорами, не только с лососем. Бутерброды могут быть совершенно необычными, вкусными, яркими. Отправляйтесь на кухню. Повторяйте за мной. Желаю вам приятного аппетита и хорошего дня.